Ребят, в какую-то лавку нас привезли. Тут, походу, всякие побрякушки будут предлагать. Вот пошли мы смотреть. Кто поймет, вот смотрите. Дают попробовать нам. Дегустация. Такое производство кэшью, вот смотрите. Дегустация. Но стоит по ценнику перевести, короче, ну 230 бат. Два раза умножать. Тут вот общий магазин. Это все кэшью продукция. Сувениры всякие. Но все равно ценник завышенный намного. При том, что тут это все производится и выращивается. Чипсы тут все вкусняшки, да всякие, халяльские. Халяль. Пишут там. Значок халяль. Все, по сувенирам вы, наверное, все уже знаете. Были в таких местах. Тут вот отдельно у них. Потом, как приедете, можно вставить бивни. Будет уже полноценный. Фисташки, что ли? Я просто, Гуделька, меня фисташка обычно называет. Что это, Гуделька? Рыбка. А это такая, наверное. Типа ежи. Ну, короче, получается, равносильно тут что-то покупать. Это если вы приехали, допустим, в Владивосток, и икру там покупаете в два раза дороже, чем у вас. Именно. Ну, вы поняли. Владивосток, морская тема. Там все это дешево. И вот если бы там в два раза дороже икра была. Вот то же самое. Фисташки, кэшью. В два раза дороже, чем у нас. Хоть и до туда это надо довезти еще. Ну, что вы хотите, да, экскурсия. Ребят, вот кэшью деревья. Ребят, следующее мероприятие это мед. Так, все, я вам комментировать больно не буду, потому что сам не понимаю, что он говорит. Ну, суть вы поняли. Тропики, да, здесь более. Смотрите, обстановочка. Главное, на змею никакой не наступить, на крысу. Тропичку. А что мой фанат? Так, он пока там рассказывает про пчел. Они сейчас разлетелись там, ну дай бог укусит еще. Вот здесь воссоздали. Когда такую ферму? Тропики. Тропики, Женька мечтала сколько их получили. Сейчас. Так, пойдем, а там ничего интересного ничего интересного не будет. Там он пчел, все он. Гладить не будет пчел, как помнишь в Абхазии. Дегустация сама проходит. Что мы тогда? 50 бат мороженого, вон мед, да? Или это какой-то напиток, да? Медовый. Мы гиды дождались, идем на дегустацию. Переводчик. Где наш переводчик? Виталька. Так. М-м-м. М-м-м. Попробуй. Может быть. Прикольный, он что-то жидкий. Это наверное тоже самое что ли? А вот попробуй. Попробуй помогать. Вкусное вино, возьми, попробуй. Вино это. Такая настойка как, да? Первый мед пил, тот маковый, который печит язвы и гастриты. Змеиный корень значит, да? Цветочек, змеиный корень, укрепляет кишечник, снимает инфекции и спазмы кишечника. А первый мед маковый, тот который лечит язвы и гастриты. Так, это джем у нас. О, ты тоже будешь? Все, меда попробовали, туристы, едем дальше. Приехали мы на кофе-брейк. Ну-ну-ну-ну-ну. Колечко, нет? Все, снимать нельзя тут. Ребят, у нас еще мероприятие одно. Так, что-то мы будем смотреть сейчас. Тут вроде поприличнее, чем у нас, да, райончик? О, смотри, плачушки, смотри, какие. Ну, ценники сами понимаются, наверное. Тут опасно, типа, нет? Нас же там соберут, мы же потеряемся уже. Да, короче, через улицу мы идем, тут как бы две культуры, да, тайская и китайская. В основном тут торговые лавочки. Все. Там нас оставила машина, на другую улицу заберет. Ракушки, главное, не берегуты. О, всякие, смотри, футболочки, похоже, да? Вот китайская, да? О, вот это вот классно, бу-у-у, да? Ну ты, а где у тебя телефон-то? Так бери давай, фотографируй. Сейчас учусь. Так, ребят, немножко, да, конечно, по-другому чуть-чуть чувствуется китайская тема. Подожди, может тут масла какие-то будут? Китайские. Давай вот там тебя сфоткаю. Слышишь? Где розочки? Сейчас вам покажу. Гузель. Иди сюда. Гузель. Иди сюда. Это у нас сам город Пхукет. Ходим, гуляем, достопримечательности смотрим. Надеюсь, нашу группу мы не потеряем. А, вон они. Тут у них не воруют камеры, интересно? А то опасно. Как во Вьетнаме я слышал, там камера выхватывает. Или телефоны. Тут нам сказали, вот первый банк. Это на Пхукете первый банк, да? Не знаю. Я сразу и полицейский участвует. Сколько ты не посетила? Где-то рядом, блин. Я не видел.